Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWave, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы с вами на выставке в Берлине, показываем вам, что здесь происходит. Народу очень много, поэтому если будет тут трястись изображение, что-то будет не так, простите нас. Мы просто очень хотим вам показать все, что здесь на самом деле делается. Вот яркий пример. Проходим мимо стенда, который, как я подозреваю, привлекает людей тем, что раздает еду. Но я предполагаю, что, наверное, здесь новое ничего показать невозможно. Мы с вами идем, как и обещали, в поисках светоча мировой науки и прорывных технологий. Я имею в виду проект гиперпетля Hyperloop, который когда-то анонсировал, точнее, идею, которого когда-то высказал наше все нынешнее. Когда-то был Пушкин, а сейчас наше все это Илон Маск. А воплощать его взялись три разные компании, которые пока что, может быть, действуют как лебедь-рак до щука, а может быть, действительно делают что-то полезное. Вот это мы с вами сегодня и попытаемся выяснить. Итак, сейчас мы находимся в холле 2.2. Мы идем на стенд. Сейчас посмотрю, по-моему, 401, да. И компания называется Трансподс, ой, Транспод, извините, оговорка по Фрейду. Так, видите, действительно ажиотаж, но сейчас мы их обязательно найдем. Как-то совершенно невозможно их найти. Мы прошли всю, кажется, уже выставку по центральной части, по крайней мере, мы их не заметили. Так, в какой-то мы идем совсем уж закоулок. Так, сейчас. Кажется, здесь. Да, точно. Вот. Транспод. Так, что это здесь? Если посмотрим, здесь у них труба. Ну, изображение, имитация трубы есть. Телевизионные экраны есть. Какие-то люди есть, правда. Честно говоря, не сравнить с тем количеством людей, которые есть на нашем стенде. Так. Три телевизионных экрана. Макет. Макет того, что они, похоже, делают. И красивые, реально красивые картинки. Сейчас. Хотелось бы с кем-нибудь поговорить. А вот, какие-то люди есть. Сейчас попробую подойти. Здравствуйте. Добрый день. Да, я руководитель Транспорт. То есть ты компания, которая выполняет идеи Elon Musk, если я не ошибаюсь? Да, я одна из трех компаний, которые работают на это. Мы рады, чтобы это сделать. Действительно. Хорошо, и какие ваши достижения, какие вы привыкли? Может быть, под или что-то, что мы можем перечислить, и посмотреть, как далеко ты двигаешься в этом направлении? Да, мы представим первый концепт, то есть, как выглядит, как выглядит автомобиль. И также, на другой стороне, у нас есть просто устройство VR, где люди могут испытывать, как выглядит это внутри. Так что, если вы хотите попробовать, мы более чем приятны. У нас есть различные конфигурации для интерьера, и люди могут вообще видеть это, потому что мы пытаемся обеспечить, как и так, клаустрофобическим aspectом. И у нас есть устройство, которое выглядит как небо, которое будет в будущем в будущем. Спасибо. И я слышал, что Тилан Маск сказал, что это была плохая идея для того, чтобы вы путешествуете на кухне в воде. И я слышал, что одна из трех компаний сейчас использует Маглев, или магнитная левитация. Какая компания, что вы планируете делать в этом отношении? Да, то есть, что у нас есть много технологий. Так что, две другие компании, если я не ошибаюсь, используют пассивные левитации, пассивные магнитные левитации. На другой стороне, мы пытаемся быть осознанными о том, что мы знаем, что используем в Японии, как слишком дорого, если мы хотим более улучшить инфраструктуру. Так что, на нашем сайте будет активная левитация магнитная левитация. Так что, используя環境, используя環境, как в стиле тюбе, нужно принимать преимущество. Я вижу. И что вы думаете о словах Илона Маска, что если он сделал сегодня, он бы использовал только крючки? Ну, первое, я думаю, что мы в хорошем состоянии что он не умеет. Однако, мы можем, и мы можем, в самом деле, использовать пассивные для задержки. Так что, мы можем найти компромиссы для того, чтобы это работать. Действительно. Спасибо. И где мы можем увидеть эту левитацию? Да, конечно. Да, конечно. Да. Хорошо, спасибо. Так что, здесь, здесь, визуализация того, что они пытаются сделать, как я понимаю. И вы можете также посмотреть на специальную комнату мы имеем на задержку. И это, видимо, видимо, видимо. видимо, видимо, «левит», по-стакаю, вот этими, видимо, он не так стороной экранов. Он дает эффект стойки. То, если вы.'" Если глядите через, видимо, подкупом , себе «левит» и помочь оленд соотношительного Да, практически, у вас будет впечатление, что вы будете видеть в подпаде, как выглядеть в оборудовании 360. Я вижу. Более чем на автобусе. Спасибо. Итак, мы не понимаем, что вы делаете. Спасибо за вашу... Презентацию. Презентацию, да, почти на экскурсии. Итак, наш цель для следующего Инно-Транс, 2018, это привести целый подмок, чтобы люди могли понять, и визуализировать целый продукт. Он говорит, что их цель на следующий Инно-Транс в 2018 году привести макет или часть макета, чтобы люди представляли, как это будет выглядеть. И какой цель вашей презентации здесь? Вы планируете, ну, вы планируете денег для имплементации этого проекта, или вы хотите продемонстрировать свой проект и найти потенциал, или инвесторов, или клиентов для вашего будущего транспортного системы? Да, это как бы комбинация с тем, что вы просто сказали. Это для того, чтобы люди понимали, что это будет следующая генераторная генераторная трансмиссия. Таким образом, чтобы найти инвесторов, потенциал клиентов, объяснить людям и генеральным публикам, как это система работает, и изучать всех на этом новом системе. Спасибо большое, и мы желаем успех за вашего проекта. Спасибо большое. У вас тоже. До свидания. Спасибо. Ну что, ребята, вы видели все сами. Если нас кто-то обвинял, что у нас картонные макеты, то здесь даже нет картонных макетов, а вот здесь есть картонный стенд, который показывает, я вкратце перевожу, что рассказал наш любезный хозяин. На телевизионных экранах показывается то, что они планируют построить, то, что нарисовали их дизайнеры. Мы сейчас идем к следующему стенду компании, которая тоже занимается воплощением гиперлупа. И нас завели в комнату, в которой тоже висит телевизор, который показывает под каким-то другим углом то, что они делают, а в потолке мы увидели люк, который имитирует открытое небо. Это для людей, которые страдают клаустрофобией, чтобы они чувствовали себя более комфортабельно. То есть, как сказал наш действительно гостеприимный, очень приятный собеседник, это, на его взгляд, лучше, чем самолет. Ну, может быть. Мы с вами все видим впервые вместе с вами и пытаемся во всем разобраться сами. Пойдем дальше. Итак, мы с вами в зале 3.2 и мы идем на стенд. Сейчас мы идем на стенд 201, где, наверное, самая известная компания, которая занимается воплощением данного проекта, называется она Hyperloop One или Гиперпетля 1. Так, где-то уже должно быть близко. Ну, пока мы идем туда, посмотрите, пожалуйста, на великолепные пейзажи, открывающиеся вокруг. Так. Так, так. Вот я увидел какие-то тут... А, вот думал, это они уже, что такое реальное. Но это казались железнодорожные колеса. Так, это не оно. Сейчас. Какой неприятный сюрприз. Я уже думал, что мы что-то реальное пощупаем, увидим. Так, где-то в центре зала они должны быть. Идем, идем, ищем, ищем. Не все так просто найти на выставке, на транс. О, нашли, нашли. Тоже стенд сделан в виде трубы, как я полагаю, вакуумной. Так, здесь тоже какие-то телевизионные экраны. Вот Hyperloop One, большая надпись, чтобы никто не сомневался. Так. Ну, людей. Площадь большая, но людей как-то... Ну, опять же, я вижу девочек, вижу, что приятно. Картинки. Экраны. А вот, может, девушка скучает с нами, поговорит. Hello. Не хочет девушка с нами говорить. Не любит она нас. Ну, переживем это. Не такое переживали. Так, так, так. Ну, я не знаю. А вот, 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 вот. На нас показывают пальцем, наверное, с нами могут поговорить. Привет! 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 Меня зовут Майкл и мы, также, among the exhibitors, на этой сцепиции и мы снимали с наших подписчиков, с наших партнеров, про телегалку, и мы, во время 事, очень известная компания Hyperloop One. Очень известная! Да, очень известная, и мы стараемся где-то здесь. Я бы хотел спросить, что вы привезли здесь, что вы изображаете в Инно-Транс 2016? Мы здесь, чтобы изображать себя. Мы здесь, чтобы рассказать в мире, кто мы и что мы делаем, и показать вам, что это Hyperloop и что он может сделать. Может, есть какие-то подки, которые находятся на улице, или что-то, что мы можем почувствовать и чувствовать. К сожалению, все наши тесты происходит в США и в Лас-Вегасе, так что все остальные команды в доме строят все hardware. Но у нас есть хорошие мозги, чтобы передать информацию. И какой цель ваша поддержка в этой экспедиции? Или это собрать информацию, или найти финансовый поддержку, или найти инвесторов, или, возможно, будущих клиентов для вашей технологии? Да, я думаю, что это несколько раз. Примерно мы хотим показать всем, кто мы и мы, и что мы здесь, и строим что-то. Второе, мы хотим, чтобы люди, которые работают, хорошие работники, хорошие компании, хорошие компании, которые сотрудничают. Спасибо, Кристина. Это было приятно поговорить с вами. Уважаемый день и желаю успеха вашему проекту. Уважаемый день. До свидания. Ну что, пойдемте на следующий стенд. Так, ну, пока мы идем на следующий стенд, где третья компания уже представлена. В двух словах. На мой вопрос, что здесь представляет компания Hyperloop One, девушка очень милая по имени Кристин из США рассказала, что они приехали сюда представить себя. Вот. Когда я спросил, а что можно реально пощупать, потрогать, может быть, здесь на рельсах снаружи стоит их образец подвижного состава, она сказала, нет, к сожалению, вся работа ведется в США, все мозги, все работы, все там. А здесь они действительно, как и первая компания, ищут денег, финансирование потенциальных партнеров, заказчиков для своей будущей технологии и так далее. Ну, я пожелал им успеха. Идем на стенд третьей компании. Мы с вами пришли, не знаю, стенд это или нет, это место между стендами 20 и 21, так называемый Future Mobility Park или парк будущей мобильности. Здесь сама выставка бесплатно предоставляет место инновационным компаниям, которые впервые предлагают посетителям свою продукцию и свои разработки гостям выставки. И здесь как раз таки присутствует и третья компания, которая разрабатывает проект Hyperloop. И в том числе и по соседству прямо рядом здесь и наш стенд. Повторяю, это выделено бесплатно. Все, что здесь делают наши люди, это на телеэкране показывают промо-ролик, который нами подготовлен для выставки. И наши, опять же, сотрудники из региональных подразделений перенаправляют пришедших сюда или случайно попавших людей на основной стенд в зале 4.2, который вы уже видели. Ну и рядом с нашим стендом, вот пожалуйста, Hyperloop Transportation Technologies, третья компания, тоже достаточно знаменитая, которая как... Да, сразу хотел сказать, вы не удивляйтесь, что стенды практически отсутствуют. Здесь стандартное расположение и хозяева, организаторы выставки не разрешают вносить в них какие-то изменения. Здесь даже убрана вот эта тумбочка. Ну, здесь вижу симпатичную девушку. Наши, правда, лучше, на мой взгляд, которые на нашем стенде работают. Здесь экран, точнее, растяжка или такой плакат большой Hyperloop. И, как я понимаю, дают всем надеть, как это сказать, такие очки или что. В общем, какой-то прибор, который изображает виртуальную реальность. Для того, чтобы люди прочувствовали, как можно себя будет ощутить, путешествуя по гиперпетле. Я не знаю, удастся ли мне... Да, ну, мы видим... А, в этом нет необходимости. Вот мы сейчас видим то же самое, что видит человек, который надел эти очки. Я даже не вижу необходимости, если честно, с кем-то говорить, что-то спрашивать. Потому что я понимаю, что компания, раз она получила здесь место бесплатно и даже не купила другого какого-то места, ничего другого продемонстрировать здесь не может. Ну что же... Возвращаемся в Освояси. Ну что, уважаемые друзья и дорогие партнеры. Наша экскурсия по выставке сегодня и по трем стендам Hyperloop или гиперпетли окончена. Не считаю нужным что-то комментировать, высказывать свое мнение. Вы все видели сами. Извините за качество съемок, все-таки полевые условия. Если где-то я слишком много стоял спиной, в общем-то, вы видите перед собой документ, как оно есть, как оно было на самом деле. Тем не менее, несмотря на все то, что я увидел, скажу по секрету, мне удалось добыть одно материальное свидетельство всепобеждающей идеи Hyperloop. И я его несу рядом со своим сердцем для всех поклонников этой технологии. Вот оно. Вот, вот, вот оно. И я призываю искренне и советую всем троллям, всем критикам нашего проекта поддерживать, хвалить, желательно вкладывать денег и побольше в проект Hyperloop. В одной из трех компаний, которые, ну, мне так кажется, действуют как лебедь-рак до щука в данный момент. Свидетельство налицо. Я же, извините, не с вами, я же вместе вот со всеми этими людьми, которые вместе со мной говорят, строй Skyway. Спасай планету! Спасай планету! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...